Здравствуйте, друзья! Эпоха деградации Западного мира прорывается в России Автор статьи Александр Кудинов «Современный исторический период либеральных ценностей, если мы его переживем, будет определен в дальнейшем как эпоха деградации и дегенератов. Так как реализация либеральных идей приводит в итоге к доминированию дегенеративных социальных процессов, каждый пункт комплекса либеральных ценностей оказался элементом единой системы алгоритмов деградации, поэтому Европа уже одной ногой в могиле, а США в скором времени их догонят. Свобода личности превратилась в тиранию меньшинства, над большинством. Причем, чем меньше меньшинство, тем больше у них возможностей для защиты своей свободы, больше власти. Помимо того, что дегенераты и носители алгоритмов деградации в здоровом обществе всегда находятся в меньшинстве, либерализм дал им силы и власть бороться с большинством. Так появилась довольно интересная идеологическая структура – миссионерство деградации. Причем, над этой структурой работали довольно серьезные ученые. Они придумали окно Авертона, пиар, методы управления толпой, комплекс мер под названием «Цветная революция» и… и применили весь этот букет у себя, потому что они делали все это счастье для себя, ну а потом уже разнесли его по миру. Поэтому полную дегенеративность этого пункта в системе либеральных ценностей я считаю доказанной. Индивидуализм, пропагандирующий, что интересы личности, разделяющие либеральные ценности выше интересов общества – это просто кульминация дегенеративной идеологии. Другими словами, в обществе все равны, но если человек дегенерат, то законы ему не писаны. Любое общество, любое государство, любое соглашение и, наконец, совесть подразумевает, что человек признает ценность социальных отношений и ограничивает свои потребности настолько, чтобы эти отношения могли существовать. И агрессивное миссионерство для этого элемента системы либеральных ценностей приводит к законному разрушению всех вышеперечисленных отношений, так как автором этого процесса является лицо, которое неспособно к конструктивному созиданию. Например, цивилизованный человек не ходит голым там, где ему это приспичит, потому что соотносит свои действия с мнением окружающих. Это банально неэтично, противоречит нормам культуры и, наконец, общественное место не предназначено для подобного поведения. Но в рамках концепции индивидуализма либерал ходит голым там, где ему хочется. Такое поведение часто практикуется в современной Европе. Можно найти много видеороликов на ютубе с точно такими или подобным поведением. Тем самым либерал разрушает сложившуюся структуру социальных процессов, но при этом не дает ничего взамен. То есть индивидуализм приводит к чистой деградации социальной структуры. Правовое и политическое равенство подразумевает под собой формирование властных органов посредством выборов и предполагает, что у всех групп электората есть равные возможности. Иными словами, либералы не признают государственное управление наукой. И на этом основании они утверждают, что у условного государственного процесса 2 плюс 2 итогом может быть не только 4, но и любое другое число, которое взбредет просвещенному в государственных делах электорату. Поэтому наравне с верным результатом 4 в выборах будут участвовать и другие варианты, которых будет намного больше и которые по факту будут ложными. Таким образом, шансы принять правильное решение минимизируются настолько, насколько это возможно. В итоге, это вторая после индивидуализма по своей силе дегенеративная идея комплекса либеральных ценностей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что либералы всего за 27 лет умудрились уничтожить множество в прошлом прогрессивных и сильнейших этносов нашего мира. Терпимость и плюрализм. 2 плюс 2 теперь может быть равной не только 4. Да, это полная чушь, но смиритесь. Вера в силу человеческого разума. Этот пункт противоречит сам себе и всему вышеперечисленному. Венец абсурда и вишенка на торте комплексной деградации. Если человек разумен, то зачем в это верить? Если человек разумен, то как он дошел до такой жизни в такой Европе? И как он, видя Европу и США, сделал все это на Украине? И почему в США, видя вообще все это, ничего не меняют? Все очень просто. Мы живем в эпоху дегенератов. Верить в их разум так же глупо, как и следовать либеральным ценностям. В итоге даже наше государство, которое родилось в криминальных девяностых и наследовало от тоталитарных режимов монархизма и бандитизма множество неприглядных черт, выглядит вполне конкурентоспособным по отношению к странам Запада. К счастью, все эти травмы на теле нашей социальной структуры не дают развернуться либеральным процессам в полную силу. И поэтому возможно, что мы дотянем до момента коллапса западной цивилизации и в таком случае у нас будет шанс свернуть на путь более конструктивного социального развития. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова